Всем привет ребята, меня зовут Богатий ищи Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня будет быстрое включение с большими событиями. Я хочу предупредить тебя о двух важных вещах, особенно важное это для пользователей Бинанса. Это короткое, но крайне ценное видео, особенно если ты случайно не хочешь потерять свои криптовалюты, которые хранишь на Бинансе. Итак, 26 июля 2022 года комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование крупнейшей криптовалютной биржи Coinbase на предмет всяких незаконных действий. Эта новость привела к тому, что акции Coinbase упали на 21%, ведь это спровоцировало волну паники. Но многие ошибочно подумали, что Coinbase это единственная биржа, которую атакует американский регулятор. Но, к сожалению, это не так. Некий инсайдер из офиса сенатора Синтии Ламис допустил утечку информации, что на самом деле в конце июля этого года комиссия по ценным бумагам и биржам США атаковала не только Coinbase, но и все остальные криптовалютные биржи. Binance, Crypto.com, Gemini, KuCoin и так далее. Любая криптовалютная биржа, которая работает в Соединенных Штатах, попала под прицел SEC. Выходит, США через Гэри Гэнслера и комиссию по ценным бумагам и биржам пытается взять под контроль всю индустрию криптовалютных бирж на территории страны. Мы знаем, что в США сейчас есть два регулятора, которые пытаются контролировать криптовалюту и бодаются между собой за это право. Это SEC, комиссия по ценным бумагам и биржам США, и CFTC, комиссия по торговле товарными фьючерсами. CFTC остается тем американским регулятором, который в принципе разрешил цифровым активам жить на территории США. Когда в 2014 году комиссия объявила и биткоин, и эфириум товарами, поэтому именно CFTC должна была их регулировать. Но после того, как Гэри Гэнслер возглавил SEC, а все мы думали, что это хорошо для биткоина и криптовалюты, комиссия внезапно захотела завладеть всей индустрией и регулировать абсолютно все. Монеты, криптовалюты, токены, биржи и так далее. Если ты прочел новость, что SEC расследует только Coinbase, ты ошибаешься. Регулятор вышел на охоту за всеми биржами, которые работают в США, в том числе и за нашим любимым бинансом. Это не означает, что комиссия выиграет или победит. Только потому, что она там что-то расследует, не означает, что они закроют все эти биржи или серьезно их оштрафуют, или применят какие-либо еще санкции. У крупнейших бирж, таких как Binance, наверняка есть огромные армии юристов, которые будут биться против американского регулятора до конца и так же усердно и упорно, как это делает Ripple сейчас. Думаю ли я, что нужно бояться и что все эти биржи как-то закроются из-за давления SEC? Нет, конечно. Но есть другие риски. К примеру, все эти биржи могут просто-напросто выполнять все, что от них потребует комиссия. Например, предоставлять всю документацию, проводить прозрачный полный аудит, регистрировать криптобиржи в официальном регуляторе, отображать балансы клиентов по требованию и даже получать разрешение на торговлю той или иной монетой и все это нужно будет спрашивать у комиссии SEC. Binance будто бы уже к этому готовится и наперед удаляет торговые пары некоторых криптовалют, которые SEC уже считает ценными бумагами. Например, AMP, EZ, QSP, BID, NXE, NAV, MDA и SPARTA. Это очень важно, если ты держишь эти монеты на Binance, и у тебя есть время вывести их до 12 ноября 2022 года. Кроме этого, если ты отправишь эти монеты на Binance после 12 августа, ты потеряешь их навсегда. Монеты уйдут, но не будут зачислены на счет. Атака SEC против криптобиржа, который сообщил инсайдер из офиса американского сенатора, не означает, что все криптобиржи в США закроют. Возможно, закроют только тех, кто грубо нарушает, не оплачивает за это штрафы и не исправляется, не подстраивается под регулятора, у кого нет сильных адвокатов и так далее. Нужно иметь это в виду. Интересно, Гэри вообще понимает, с кем он связался? Крипто-сообщество хоть и грызется между собой, но является крайне сплоченным коллективом. Это подтверждает петиция, созданная после объявления атаки на бирже. Эта петиция призывает уволить Гэри Гэнслера с поста председателя SEC. И она уже набрала необходимые 25 тысяч голосов. Вот о чем гласит голос народа. Но американский регулятор хочет жестко контролировать индустрию. Впрочем, ничего нового так всегда было и, скорее всего, будет. Хочу еще задеть тему Китая, который буквально окружил Тайвань под предлогом мучений. Мне очень понравилось поведение Тайваня в этой ситуации, как будто бы взрослый человек в детском саду. После того, как Пелоси улетела, Китай начал стрелять своими ракетами направо и налево. Некоторые из них, как говорят японцы, упали на территориях, которые находятся в экономической зоне Японии. США обвинили Китай в необоснованных и неоправданных военных действиях над Тайванем. Угадай, кто не ведет себя как истеричка? Китай? США? Япония? Нет, Тайвань. По факту, когда китайские ракеты летали над островом, они даже сирены не включили. Кажется, Тайвань не хочет доставлять Китаю такое удовольствие. Китай ожидал от них паники, но они целенаправленно игнорируют его ожидания. Вот почему именно Япония заявила о ракетных выстрелах Китая, а не Тайвань. Мне это очень понравилось, поэтому и решил поделиться с тобой. На этом все, меня зовут Богатий Шиди, увидимся завтра в большом видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok